Переводы Морис Меттерлинг Избиение младенцев Читает Евгений Бразов-Брушковский Пятницу, в 26-й день декабря месяца, в час ужина, молодой подпасок прибежал в деревню Назарет, издавая громкие вопли. Крестьяне, сидевшие в харчевне Голубого Льва за кружками браги, открыли ставни и, заглянув в принадлежащий деревне, фруктовый сад, увидели мальчика, бежавшего по снегу. Они узнали сына Корнелиза и крикнули ему в окно. — Ты что тут делаешь? Вступай спать! Мальчик, охваченный ужасом, рассказал им в ответ, что пришли испанцы, подожгли ферму, повесили его мать среди орешника и привязали его девять малолетних сестер к стволу толстого дерева. Крестьяне выбежали из харчевни, окружили мальчика и осыпали его вопросами. Он рассказал им еще, что солдаты прибыли верхом, были закованы в железо, что они угнали скот, принадлежавший его дяде, Петру Краеру, и что они вскоре должны проследовать через лес со стадом овец и коров. Все побежали в харчевню Золотого Солнца, где Корнелиза и его родственники также сидели за кружками браги, а хозяин харчевни бросился по направлению к деревне, крича, что испанцы приближаются. В Назарете поднялась тревога. Женщины открывали окна. Крестьяне выходили из домов с фонарями, которые они тушили, придя в сад. От сияния полной луны и снега в саду было светло, как днем. Они столпились вокруг Корнелиза и Краера на площади перед харчевнями. Многие захватили с собой вилы и грабли и испуганно переговаривались, стоя под деревьями. Никто не знал, что предпринять. Наконец, кто-то побежал за священником, которому принадлежала ферма Корнелиза. Через минуту священник в сопровождении причетника вышел из дома, держа ключи от церкви. Все направились вслед за ним на погост, и он, поднявшись на колокольню, крикнул им оттуда, что не видит ничего ни на лугу, ни в лесу, но что над его фермой стоит красное облако, хотя небо со всех сторон чистое и покрыто звездами. После долгих совещаний на погосте они решили спрятаться в лесу, через который должны были проследовать испанцы и, если последних окажется не очень много, напасть на них и отбить скот Петра Краера, а также отнять награбленное ими на ферме добро. Они вооружились вилами и лопатами, а женщины вместе со священником остались подле церкви. Отыскивая удобное для засады место, крестьяне пришли на опушку леса поблизости мельницы и оттуда увидели ферму, горящую под звездным небом. Здесь, подле пруда, затянутого льдом, они остановились, укрывшись за стволами огромных дубов. Пастух, по прозванию Рыжий Карлик, поднялся на косогор, чтобы предупредить мельника, который остановил крылья своей мельницы, как только увидел на небе зарево. Он впустил к себе пастуха, и оба не стали у окна, вглядываясь вдаль. Перед ними над горящим зданием стояла яркая луна, и в ее свете они увидели длинное шествие, подвигавшееся по снегу. Зорко осмотрев местность, Карлик спустился к тем, которые ждали у опушки, и они ясно увидели четырех всадников, медленно подвигавшихся над стадом, которое, казалось, мирно паслось на лугу. Они долго глядели, стоя неподвижно на окраине пруда под деревьями, освещенными снегом. Свет от снега отражался на их синих чулках и красных плащах. Наконец, причетник указал им на буксовую заросль, за которую они и спрятались. Животные и испанцы медленно подвигались по льду, а овцы, приближаясь к зарослю, уже стали щипать прошлогоднюю траву, когда корнелиз бросился из-за кустов, а за ним в свете луны бросились все остальные, потрясая вилами. Тогда на пруду произошло великое побоище посреди сгрудившихся овес и спокойных коров, созерцавших сражения и луну. Когда всадники и лошади были перебиты, корнелиз через луг побежал к горящей ферме, а остальные стали снимать платья с убитых. Затем они вернулись в деревню, погоняя стадо. Женщины, глядевшие за стенами погоста на темный лес, увидели их среди деревьев и вместе со священником побежали им навстречу. Окруженные детьми и собаками, они вернулись в деревню, образуя широкий хоровод и весело приплясывая. Радостно столпившись под грушевыми деревьями, на ветвях которых рыжий карлик развесил фонарики в знак кермессы, они спросили у священника, что он им посоветует делать. Сообща решено было запрячь повозку и привезти в деревню тело убитой и девять ее малолетних дочерей. Сестры убитой и другие крестьянки, принадлежавшие к Яроду, сели в повозку вместе со священником, который, будучи стар и весьма тучин, с трудом болочил ноги. Они проехали через лес и молча достигли ослепительных снежных полей, где на блиставшем льду среди деревьев увидели обнаженные тела солдат и трупы лошадей. Отсюда они направились к ферме, одиноко горевшей среди ночного пейзажа. Подъехав к саду и к дому красным от отцвета пожара, они остановились у ворот и долго глядели на великое несчастье, постигшее крестьянина. Жена его, Нагая, висела на ветве огромного орехового дерева, и он поднимался по лестнице, приставленной к дереву, вокруг которого на траве стояли девять девочек, ожидая, когда снимут тело их матери. Он уже раздвигал широкие ветви, когда вдруг увидал на фоне яркого снега глядевшую на него толпу крестьян. Обливаясь слезами, он знаком попросил их помочь ему, и они вошли в сад. Причетник, рыжий карлик, хозяева голубого льва и золотого солнца, священник, державший фонарь и многие другие, взобрались по лестнице на опушенное снегом и освещенное луной дерево, чтобы снять висевшее тело. Женщины, стоявшие под деревом, приняли его на руки, как тело Спасителя при снятии из креста. На следующий день ее похоронили, и за всю неделю в деревне Назарец не произошло ничего необыкновенного. Но в воскресенье, после заутрення, голодные волки выбежали на улицу, и до полудня шел снег. Потом на небе показалось яркое солнце, а поселяне сели в обычный час за обед, а после обеда стали одеваться для вечерней службы. Площадь все это время стояла безлюдная, потому что сильно морозила. Одни только собаки и куры бродили под деревьями, овцы паслись на очищенной трехугольной полянке, и служанка священника сгребала снег в садике. Вдруг через каменный мост в конце деревни проследовала толпа вооруженных всадников и остановилась во фруктовом саду. Крестьяне выглянули из домов, но тотчас же в ужасе побежали вспять, узнав испанцев. Все они столпились у окон, выжидая, что произойдет. Всадников, закованных в железные латы, было человек около тридцати, а посреди их ехал старик с белой бородой. За спиной каждого всадника держался в седле ланскнехт, одетый в желтое или красное платье. Ланскнехты спрыгнули на землю и стали бегать по снегу, разминая озябшие члены. Многие из вооруженных воинов также спешились и облегчали себя у деревьев, которым привязали лошадей. Затем они направились в харчевню Золотого Солнца и постучались у входа. Им с опаской открыли дверь, и они ввалились в харчевню, подошли к огню и заказали брагу. Вскоре они вышли, держа горшки и кружки с брагой, а также ломти пшеничного хлеба. Они передали их своим товарищам, окружавшим начальника с седой бородой, который сидел посреди копий. Улица оставалась безлюдной, и начальник отправил несколько всадников за линию домов, чтобы оцепить деревню со стороны поля. После этого он приказал Ланскнехтам привезти к нему из деревни всех детей от двух лет и моложе и умертвить их, согласно написанному в Евангелии от святого Матфея. Они прежде всего направились в маленькую харчевню под вывеской «зеленой капусты» и в хижину Бродобрея, стоявшая рядом посередине улицы. Один из солдат открыл дверь, ведущую в хлев. Оттуда выбежало стадо свиней и разобрелось по деревне. Хозяин харчевни и Бродобрей вышли на улицу и почтительно осведомились у солдат, что им нужно. Но те не ответили, не понимая фламандской речи, и вошли в дома искать детей. В харчевне они увидели ребенка. Он сидел в одной рубашке на столе, за которым только что кончили обедать, и громко плакал. Солдат взял его на руки и пошел с товарищами по направлению к яблоням, между тем, как отец и мать ребенка с криками побежали за ними вслед. Ланскнехты открыли также хлевы бочара, кузнеца, сапожника, телята, коровы, ослы, свиньи, козы и овцы, вырвавшись на волю, рассыпались по площади. Когда солдаты стали стучать в окна к столяру, толпа крестьян со стариками и наиболее богатыми прихожанами во главе собралась на улице и направилась к испанцам. Они почтительно сняли шапки и колпаки перед одетым в бархатную мантию начальником отряда и спросили его о его намерениях. Но так как и он не понимал их речи, то один из крестьян пошел за священником. Священник, готовясь в ризничьей к вечерней службе, облачался в шитую золотую ризу. Крестьянин воровался с криком «Испанцы у нас в саду!». Охваченный ужасом, священник побежал к выходу вместе с мальчиками-певчими, державшими свечи и кадила. Выбежав из церкви, он увидел животных, разбредшихся по снегу и по лужайке, всадников, стороживших за деревней, солдат, стоявших у дверей хижин, лошадей, привязанных деревьям вдоль улиц, и толпу мужчин и женщин. Они умоляли о пощаде Ланс-Кнехта, который держал одетого в рубашку ребенка. Он бросился из погоста на площадь, и крестьяне с тревогой обернулись к своему священнику, который приближался к ним среди грушевых деревьев, облаченный в золото, как Бог. Они издали глядели, как он подошел к начальнику с седой бородой. Священник заговорил с ним по-фламандски, потом по-латыни, но тот небрежно пожимал плечами, показывая, что не понимает обращенных к нему слов. Прихожане шепотом спрашивали священника, что он сказал, что собирается сделать. Другие, увидев священника в саду, стали робко выходить из своих домов. Женщины сбежались кучками и стали шептаться между собой так, что солдаты, осаждавшие харчевню, вернулись, чтобы разогнать образовавшееся на площади большое сборище. В это время солдат, державший ребенка, принесенного из харчевни зеленой капусты, вынул меч и отрубил ему голову. Крестьяне глядели, как перед ними покатилась на лужайку голова ребенка, а вслед за нею истекавшая кровью тельца. Мать подхватила тело и побежала с ним, забыв подобрать голову. Она устремилась к себе домой, но по дороге споткнулось от дерева, упало лицом в снег и осталось лежать в обмороке. Отец ребенка отбивался между двух солдат. Крестьяне помоложе стали швырять в испанцев камнями и кусками дерева, но всадники все сразу опустили копья. Женщины разбежались, а священники-прихожане с воплями ужаса заметались по площади посреди овец, гусей и собак. Но вскоре, увидав, что солдаты опять отправились вдоль улицы, они приутихли и стали ждать, что произойдет. Толпа солдат проникла в лавку, принадлежавшую сестрам причетника, но вскоре спокойно вышла оттуда. Они не тронули ни одной из семи женщин, стоявших у порога на коленях и шептавших молитву. Оттуда они направились к харчевне, которую содержал горбун, прозванный Святым Николаем. Им немедленно открыли дверь в надежде задобрить их. Вскоре они вернулись, среди всеобщего смятения, неся на руках трех младенцев, между тем, как горбун, его жена и их дочери громко умоляли о пощаде, простирая руки. Солдаты понесли одетых по праздничному детей к старику и положили их на землю в снег у подножия большого вяза. Один ребенок в желтом платьице поднялся на ножки и, шатаясь, побежал к стаду овец, но солдат погнался за ним с обнаженной шпагой, и убитый ребенок упал, уткнувшись в землю лицом. Другие солдаты умерщвеляли детей, положенных под деревом. Крестьяне и дочери хозяина харчевни бросились бежать, испуская вопли, и попрятались по домам. Оставшись один в саду, священник продолжал умолять испанцев и со стенаниями ползал на коленях от одной лошади к другой, сложив руки крестом между тем, как отец и мать, сидя на снегу, оплакивали своих убитых детей, лежавших у них на коленях. Подвигаясь по улице, ланскнехты подошли к дому фермера, выкрашенному в голубую краску. Они хотели было силою открыть дверь, но она была из дуба и вся утыкана гвоздями. Тогда они достали бочки, вмерзшие в лужу перед порогом, и по ним поднялись до верхнего этажа, куда проникли через окно. В ферме праздновали Кермессу, и родственники хозяина со своими семействами пришли угощаться вафлями, ватрушками и ветчиной. Услышав звон разбитых стекол, все столпились вокруг стола, покрытого ковшами и блюдами. Солдаты ворвались в кухню, и после жестокого побоища, в котором многие были ранены, захватили с собой несколько детей, мальчиков и девочек, а также слугу, укусившего одного из солдат за палец. Вместе с ними они быстро удалились, заперев за собой дверь, чтобы присутствующие не могли погнаться за ними. Поселяния, не имевшие детей, нерешительно вышли из своих домов и издали последовали за солдатами, которые направились к старику, бросили перед ним свои жертвы на землю и спокойно стали их умерщвлять копьями и мечами. По всему фасаду голубого дома женщины и мужчины, высунувшись из окон верхнего этажа и чердака, произносили проклятие и отчаянно метались в свете солнца, глядя на красные, розовые и белые платья со своих детей, недвижно распростертых на траве между деревьями. Вслед за этим солдаты взяли захваченного на ферме слугу и повесили его по другую сторону улицы на вывеске, имевшей форму лунного серпа. Во всей деревне воцарилось долгое молчание. Избиение между тем продолжалось. Матери выходили из домов и, пробираясь садами и огородами, пытались бежать в поле, но всадники преследовали их и гнали обратно на улицу. Крестьяне с шапками в сложенных руках на коленях ползали вслед за солдатами, уносившими их детей в сопровождении собак, весело лаявших посреди всеобщей суматохи. Священник, воздев руки к небу, перебегал от домов к деревьям и обратно и умолял с лицом мученика. Солдаты, дрожа от холода, дули себе на пальцы и торопливо пробирались по улице. Или же, засунув руки в карманы штанов и держа под мышкой шпаги, они недвижно ждали под окнами домов, куда взбирались их товарищи. Видя трусливое отчаяние крестьян, ландскнехты небольшими группами проникали в фермы и на улице все время повторялись одни и те же сцены. Торговка овощами, жившая подле церкви в маленькой, сложенной из розовых кирпичей хижине, со стулом в руке гналась за двумя солдатами, увозившими ее детей в тачке. Она лишилась чувств, видя, как их убивали. И ее посадили на ее же стул, прислонив его к дереву, росшему у дороги. Другие солдаты забрались на липы перед выкрашенной в лиловую краску фермой и разобрали на крыше черепицы, чтобы проникнуть в дом. После того, как они вернулись с детьми, отец и мать, подняв руки, несколько раз показывались в отверстии крыши, но каждый раз солдаты, ударяя их шпагами по голове, прогоняли их обратно, пока, наконец, сами не соскочили на улицу. Одна семья, запертая в погребе большого строения, вопила, столпясь у отдушины, через которую отец бешено потрясал вилами. Какой-то лысый старик, сидя на куче навоза, одиноко рыдал. Женщина, одетая в желтое платье, упала без чувств на площади, и муж, подняв ее, поддерживал под руки и о чем-то кричал в тени грушевого дерева. Другая женщина, одетая в красное, обнимала свою дочку, у которой были отрублены кисти рук, и поднимала поочередно ее правую и левую руку, чтобы видеть, может ли она ими двигать. Какой-то женщине удалось бежать из деревни, и солдаты гнались за ней между двух мельниц на горизонте покрытых снегом полей. В харчевне четырех сыновей Эммона разыгрывалась бурная сцена осады. Жильцы забаррикадировались, и солдаты кружились вокруг дома, не будучи в состоянии в него проникнуть. Они пытались добраться до вывески по шпалерным деревьям, росшим у фасада, но вдруг заметили лестницу, стоявшую за садовой калиткой. Они приставили лестницу к стене, и гуськом стали взбираться по ней. Но хозяин харчевни и все члены его семьи стали из окон швырять в солдат столами, стульями, блюдами и колыбелями. Лестница покачнулась, и солдаты свалились на землю. В хижине, сложенной из бревен, в конце деревни, солдаты наткнулись на крестьянку, которая мыла своих детей в корыте перед огнем. Она была стара и глуха, и не слышала, как они вошли. Двое солдат захватили корыто с детьми и понесли на улицу. А изумленная старуха побежала за ними с платьицами детей, чтобы одеть их. Выйдя на порог и увидев лужи крови в деревне, обнаженные шпаги в саду, опрокинутые колыбели среди улицы, женщин, стоявших на коленях или обнимавших трупы своих детей, она громко завыла и принялась бить солдат, которые опустили на землю корыто и стали отбиваться. К ним подбежал священник, сложив руки на рясе. Он долго умолял испанцев перед голыми детьми, которые заливались плачем в воде. Но тут подоспери другие солдаты и, отстранив обезумевшую старуху, привязали ее к дереву. Мясник спрятал свою дочку и, прислонясь к стене своего дома, глядел на улицу с равнодушным видом. Двое солдат, ланскнехт и другой, одетый в латы, вошли в дом и отыскали ребенка в медном котле. Мясник в отчаянии схватил нож и бросился на солдат. Но другие воины, проходившие мимо, отняли у него оружие и повесили его за кисти рук к вделанным в стену крючьям среди бычачьих туш. Так он висел до вечера, барахтаясь ногами и изрыгая проклятие. Со стороны погоста большое заборище образовалось перед длинной фермой, выкрашенной в зеленую краску. Кто-то, сидя на пороге, плакал в два ручья. Так как он был до родин и имел добродушное лицо, то солдаты, стоявшие на солнце у стены, слушали его с видом соболезнования и гладили собаку. А тот, который уводил за ручку его ребенка, делал знаки, как бы говоря, «Что поделаешь?» Не моя вина. Один крестьянин, преследуемый солдатами, вскочил вместе с женой и детьми в привязанную каменного моста лодку и пустил ее по озеру. Не рискнуя ступить на лед, солдаты сердито бегали среди тростника. Они влезли на растущие вдоль берега ивы и пытались достать беглецов копьями, но это им не удавалось, и они еще долго посылали угрозы охваченной ужасом семье. Фруктовый сад все еще был полон народа, ибо там умерщвляли большую часть детей перед начальником с белой бородой, который командовал избиением. Девочки и мальчики постарше, ходившие без посторонней помощи, собрались кучками и с любопытством глядели на избиение детей, продолжая есть намазанные маслом ломти хлеба, или толпились вокруг деревенского юродивого, который сидел на траве и играл на флейте. Вдруг в деревне произошло общее движение. Крестьяне бегом устремились по направлению к замку, стоявшему на желтом пригорке в конце улицы. Они увидели барона, нагнувшегося над бойницами башни и наблюдавшего за избиением. Мужчины, женщины, старики, простирая руки, стали умолять барона, который глядел на них, словно царь небесный в своей мантии из фиолетового бархата и в высокой, шитой золотом шапке. Но он поднял руки и пожал плечами, показывая свое бессилие. А так как они все громче и отчаяннее продолжали вопить о помощи с открытыми головами, топчась в снегу на коленях, то он повернулся и медленно скрылся в башне. Крестьяне поняли, что потеряна всякая надежда. Когда все дети были умерщвлены, усталые солдаты вытерли мечи от траву и сели под деревьями ужинать. А затем ланскнехты вскочили в седла и весь отряд покинул Назарет, поехав обратно через каменный мост, откуда прибыл. Солнце садилось за багровым лесом, меняя все краски в деревне. Изнеможенный от бегания и криков священник сидел в снегу перед церковью, а рядом стояла его служанка. Они глядели на улицу и на сад, которые все еще были полны крестьян, одетых по праздничному. Многие топтались на площади или бродили вдоль улицы. Перед дверями домов сидели отцы и матери, держа детские тела на коленях или в объятиях. С лицами, выражавшими изумление, они громко жаловались на постигшее их несчастье. Другие плакали над своими детьми там, где они лежали мертвыми, под либочки, под тачкой, посреди лужи или молча уносили их к себе домой. Многие уже мыли скамьи, стулья, запачканные в крови рубашонки и поднимали опрокинутые среди улицы колыбели. Но почти все матери еще рыдали под деревьями перед распростертыми на траве мертвыми детьми, которых они узнавали по их шерстяным платьицам. Бездетные прогуливались по площади и останавливались перед своими несчастными односельчанами. Мужчины, перестав плакать, загоняли при помощи собак, разбредшихся животных, или возились у своих домов, поправляя разбитые окна и разобранные крыши, между тем, как вся деревня неподвижно цепенела в сиянии луны, медленно поднимавшиеся на небо. 1886 год. Читано по изданию Морис Метерлинг Полное собрание сочинений в переводе Николая Максимовича Минского и Людмилы Николаевны Вилькиной под редакцией Николая Минского Том 2 Петроград Издание Товарищества Маркс 1915 год Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова